Микс Ньюс Добрый день, программа Разворот в прямом эфире. Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин. Гость сегодняшнего Разворота, советник, председатель управления Рижского аэропорта по стратегическому развитию Артур Коккерс. Здравствуйте. Здравствуйте. Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с аэропортом, нам можно позвонить по телефону 672 12 93 9 672 13 93 9 или написать сообщение в WhatsApp по телефону 230 6191. Мы, наверное, начнем наш разговор с Rail Baltica, то, что называется стройка века, вообще какие-то вселенские масштабы, если говорить о Латвии в том числе. И аэропорт в этой стройке века также задействован, мы ожидаем, что будет построена масштабная железнодорожная станция, платформы. Но при этом, конечно, это было ожидаемо, строительство Rail Baltica, оно, может быть, не так гладко проходит, как ожидалось. Вот недавно Госконтроль выступил со своей оценкой и довольно-таки такой критической, заявив, что может в Латвии вовсе лишиться даже ее финансирования Евросоюза, потому что не вкладывается в сроки. Вот вы, если в целом брать вообще Rail Baltica, а не конкретный аэропорт, следите за этим процессом, какого мнения сами придерживаете по поводу сроков, финансирования и прочего? Конечно, для аэропорта это очень важный проект, но здесь надо понимать некоторые вещи. Rail Baltic внедряет и развивает отдельная структура, то есть это не аэропорт. Это AirBail Rail, Air Opus Delta Line, под руководством Министерства транспорта и всех трех балтийских стран. Мы, конечно, участвуем в этих процессах, и на сегодняшний момент разрабатывается технический проект. Но есть два технических проекта, основных для аэропорта Рига. То есть, один проект – это железнодорожная станция и все, что с этим связано, и второй – это расширение терминала. То есть, это два параллельных независимых проекта, которые… Но терминал не касается Rail Baltica или касается? Он будет рядом с железнодорожной станцией, и пассажир, приезжая в аэропорт на поезде, он фактически попадает на территорию аэропорта, он попадает тоже в терминал аэропорта. То есть, это будет достаточно короткий переход от перона железнодорожной станции до гейтов или до регистрации на самолет. То есть, наше огромнейшее преимущество – то, что железнодорожный вокзал для нас – это новый проект. То есть, мы можем учитывать и те ошибки, которые по миру не были учтены или были оценены, что можно было бы сделать лучше, но мы также можем внедрять те технологии, которые будут действительно актуальными через лет 10-20. То есть, это долгосрочный проект. Да, но если говорить о сроках, все-таки, как я понимаю, на сегодняшний день планируется, что строительство начнется уже в следующем году, в 2021, а по поводу окончания называют 2025 год. Вот насколько, ну, мы просто знаем, как показывает практика стройки подобного типа, хотя это, конечно, такая беспрецедентная стройка для Латвии, еще раз говорю, она всегда продлевается по срокам и, как правило, вырастает очень сильно финансирование. Вот это может доставить какие-то существенные проблемы? Здесь мы можем ссылаться на ту информацию, которую мы получаем от внедрителей этого проекта. И этот проект, на самом деле, для аэропорта, он тоже разделен на части. Первая часть – это строительство железнодорожной станции и связывание с центром города Риги. То есть это первый проект, который, мы надеемся, до 2025 года будут проведены все строительные работы, и именно строительная часть этого вопроса будет завершена. В этом мы не сомневаемся, и поскольку уже сейчас действительно идет достаточно поздняя стадия технического проектирования, задержка, я думаю, при таком масштабе проекте – это нормально. Но такого, чтобы этот проект не был реализован, я лично в это не верю. Это была бы очень большая потеря для аэропорта и вообще для балтийских стран, потому что это действительно проект века, который свяжет нас с Европой и тремя балтийскими странами. А Ригский аэропорт однозначно будет выигрышной позицией, потому что мы являемся сейчас самым большим аэропортом в Прибалтике, и то количество рейсов и уникальных направлений, которые доступны из Риги, это все-таки нам дает некоторые приоритеты и преимущества. Хорошо, если говорить про такие бытовые моменты в контексте строительства станции Рейл Балтика в аэропорте, у нас нет картинки на радио, но если попытаться обрисовать то, как это на сегодняшний день известно, это будет выглядеть для тех радиослушателей, которые бывают в аэропорте, чтобы они представляли. Я так понимаю, что строительство предполагается напротив нынешнего здания аэропорта, там, где сейчас находится стоянка. Там, где сейчас, скажем так, это ближе к тому месту, где посадка на публичный автобус, и там, в этом регионе. Здесь будет расположено. Да. И я так понимаю, что это будет трехэтажное здание, как предполагается. Это комплекс, это полномасштабная железнодорожная станция со всей связанной инфраструктурой, конечно, это серьезный объект. А вот автостоянка, то, что она, получается, сократится или она перенесется в другое место, как это будет выглядеть? Потому что вы даже в одном эфире так упоминали, что стоянка, если говорить о каком-то финансировании и доходах, то она приносится очень много. И ссылались даже, по-моему, на главу франкфуртского аэропорта, который говорил, что я чувствую себя не главой аэропорта, а оператором стоянки. Совершенно верно. Я просто к тому, что если мы урезаем нашу стоянку, то не урезаем мы… Это количество стоянок в рамках этого проекта останется неизменным, но между терминалом аэропорта и железнодорожной станцией для нас появляется возможность строительства многоуровневой стоянки. Так что, в общем и целом, стоянки не уменьшатся, фактически они даже увеличатся, и их заполняемость, мы тоже надеемся, что увеличится. Здесь есть еще один фактор, который нам еще следует изучить. Это насколько много жителей, допустим, из регионов Курзама, Юрмал, может быть, Илгава… Западная, да? Западная. Насколько она будет использовать аэропорт как место посадки на железнодорожное сообщение, не связанное с аэропортом. Это так называемый парк-н-райд концепт. Мы это оцениваем тоже как возможность бизнеса для автомобильных стоянок. Так что, действительно… А преимущество по сравнению с центральной рижской станцией будет какое? Что они смогут машину оставить вот парк-н-райд именно? Конечно, у нас же стоянки и долгосрочные, и краткосрочные. Фактически мы видим, что клиенты потенциально смогут использовать этот концепт. И мы этот фактор учитываем. Его сейчас очень трудно просчитать, но это тоже шанс для аэропорта. Вот касаясь предыдущего комментария, улучшить доходы от оперирования стоянками. Этот бизнес останется за аэропортом. Конечно, мы высчитываем, и сейчас наши проектировщики терминала и железнодороги высчитывают, моделируют даже необходимое количество стоянок, и поэтапно мы смотрим, как это все строить. Скажу еще более, что сам процесс строительства будет проводиться в момент, когда аэропорт ни на секунду не будет прекращать работу. Для нас очень важно, чтобы все эти строительные работы проводились с наименьшим влиянием на нашу оперативную деятельность. Я хотел, конечно же, в этом спросить. Но вот как вы собираетесь добиться наименьшего влияния? Потому что, естественно, это будут дорожные работы, это будут сложности просто в том, чтобы добраться до аэропорта, там как-то объезжать, наверное, придется, ну и все прочее. А мы знаем, что аэропорт – это место, где счет на минуту идет. Это отдельная часть технического проектирования. – это спланировать именно организацию работы. И я хочу вас заверить, что каждую неделю по несколько раз наши проектировщики со специалистами аэропорта встречаются и прорабатывают все нюансы этого дела. – Там есть какой-то ноу-хау особый или это просто… В чем будет заключаться, мне просто интересно. – Вы знаете, во всем мире аэропорта строятся, оперируют, работают. Работы будут тоже проводиться по этапам. Первое – это строительство подъездных дорог, это перенос стоянок, это проработка путей подхода пешего к терминалу. И все моменты, что, когда, в каком моменте будет строиться, инженерами просчитывается и анализируется на уровне компьютерных симуляций, компьютерных моделей, перед нами стоит задача, чтобы минимизировать влияние на работу аэропорта. То, что она будет, это понятно, но оно должно быть хорошо сорганизовано. Мы должны дать хорошую информацию для наших пассажиров. То есть, это работа, которую мы должны сделать в процессе проектирования, и также мы проводим работу с теми компаниями, которые работают в аэропорту, чтобы они тоже участвовали в этом процессе. Потому что здесь более одновременно будет проводиться строительство нового терминала аэропорта, железнодорожная станция, параллельно будет строиться новый аэродромный тауэр, вышка аэропорта, это Латвийский Гайз с Сатексами будет строить объект. Очень много других проектов строительных, которые будут проводиться параллельно. И мы их все склеимаем в едино. Советник главы Рижского аэропорта Артур Кокерс у нас сегодня в гостях. Вот если еще о каких-то подробностях, известных на сегодняшний день по поводу строительства, по поводу того, как это будет работать вообще в аэропорту. Я так понимаю, что предполагается, что этот поезд будет добираться из Рижского аэропорта до центральной станции за 8 минут. Да. 8-12 минут. Невероятно довольно-таки. Да-да-да. Ну, а вот и курсировать он будет якобы каждые полчаса. Там будет планироваться... Расскажите, что еще. Два вида транспорта. Это первое, это шаттл, который будет между городом и аэропортом. Шаттловое сообщение, оно действительно будет достаточно частым. И второе, это международный поезд, который будет выезжать из Талина и будет делать трехминутную остановку в аэропорту. И в этот момент мы тоже рассматриваем интегральность этого процесса, чтобы это был один билет на самолет на железную дорогу, чтобы багаж можно было сдавать как и в Таллине, так и в Каунасе, чтобы это было действительно комплексный проект, и пассажир, произведя посадку на поезд, он фактически, это начинается его путешествие. И, как я говорил, поскольку это новый проект, это нам дает возможность интегрировать авиацию с железной дорогой и так называемый Rail-to-Air Connectivity, он сейчас стоит в краю угла, и наши партнеры из РБ Rail приняли это как цельный комплекс, и соответствующие решения тоже должны быть внедрены в техническое проектирование. Вот нам звонят, я вижу, давайте наушники наденьте, пожалуйста, примем звонки. Добрый день. Добрый день. Да, пожалуйста. А как будет осуществляться связь с Юрмалой? Сейчас, чтобы наши гости, друзья, родственники из Юрмала попали в аэропорт, они и наши жители тоже вынуждены ехать до засула, чтобы там сесть на автобус. Какая-нибудь связь будет? Угу, поняли вас. И еще один звонок сразу примем, не снимайте. Да, и вас теперь слушаем. А, здравствуйте. Да, пожалуйста. Я как бы не сначала слушаю вашу передачу, а уже когда говорили все это экономическое обоснование, что там все кто-то сидишь в этих данных, что население падает, для кого вообще? Нет, но я собираюсь за этот вопрос тоже задать. Спасибо, поняли вас. Ну давайте с Юрмала тогда. Скажем так, этот вопрос, на самом деле, надо с этим вопросом вращаться в самоуправление, потому что общественный транспорт, вопрос самоуправления, как, то есть, если они видят спрос организации маршрутного автобуса или автобуса между Юрмала и другими городами, которые находятся рядом, рядом, то, конечно, мы будем только рады. Но сама Рейл Балтик, она не заворачивает Юрмала? Нет, не заворачивает, да, конечно. А хоть мимо. То есть, это вопрос к тем компаниям, которые оказывают соответствующие услуги, и самоуправления должны принимать решения на основе заявок от своих жителей, так что... Это для Юрмала, казалось бы, это прям совсем... Это абсолютно логично, мы как аэропорт, мы были бы только рады, что такое сообщение только развивалось. То есть, я знаю, что у нас отдельные гостиницы производятся, шаттловые поездки между аэропортом и гостиницами, но если такие заявки поступят на публичный транспорт, мы их только поддержим. Сейчас мы скоро прервемся, еще коротко спрошу, я так понимаю, что есть какие-то препятствия в плане отчуждения территории, на которой будет прилегать Рейл Балтика, вот в аэропорту и вокруг него. Как вопрос этот решается? Этот вопрос не к аэропорту, то есть, аэропорт вопросом отчуждения земли не занимается. Мы операторы инфраструктуры аэропорта, то есть, опять же, это надо обращаться по вопросам тем, кто этим непосредственно занимается. Насколько мы знаем, что этот процесс запущен, достаточно непростой. Много снесено будет вам известно вообще? На территории Рижского аэропорта будут снесены два здания, это одно здание, где на данный момент принадлежит Латвия с ГАИС и САТЭКСМЕ, где у них находятся административные помещения, и будет снесен склад грузовой, Балтика, где сейчас обслуживается, и, соответственно, мы должны будем своевременно предложить возможности, где эти грузы будут обслужены. Это то, что касается аэропорта, то, что мы знаем, и то, что в нашем кругу интересов и информации. Сейчас перейдем себя буквально ненадолго, никуда не переключайтесь. Продолжаем программу «Разворот». Меня зовут Андрей Лешкевич, а в гостях у меня сегодня советник главы Рижского аэропорта по стратегическому развитию Артур Коккорс. Мы говорим про проект Рэл Балтика. Да, и вот наш радиослушатель подвел, и, в принципе, я сам хотел об этом тоже поговорить, ведь многие, ну, существует очень много скептиков по поводу реализации проекта Рэл Балтика в Латвии, которые говорят о том, что этот проект, он, по сути, заведомо убыточный. Если посмотреть на вообще экономические, демографические показатели в стране, у нас просто элементарно становится больше, возникает такой простой вопрос, кто будет пользоваться этим поездом, как долго его нужно будет, ну, отбивать, простыми словами говоря, эту сумму. И я так понимаю, что количество просто пассажироперевозок на поездах в целом, я понимаю, что это будет поезд другого качества, абсолютно другого сервиса, но тем не менее, мы какую-то такую динамику видим не самую положительную. Вот что бы вы могли ответить скептикам? Скептикам я хочу ответить две вещи. Первая вещь, что мы очень надеемся, что когда начнется оперирование поездом, что само оперирование будет прибыльным, что касается инвестиций в этот проект, то это инвестиции не для нашего поколения, то есть это инвестиции для наших детей. И вопрос, если мы хотим, чтобы мы были интегрированы нормально в европейскую часть Европы, то железная дорога, это логический проект интеграции долгосрочной в Единый Европейский Союз. То, что эти инвестиции это долгосрочные, я думаю, что это всем понятно. И да, я совершенно уверен, что наше поколение за это должно заплатить, чтобы наши дети могли процветать здесь в Латвии и чтобы Латвия выровняла вопросы своей демографии в тот момент и были пользователи. этой железной дороги. Как пример, если обратиться к истории, то если посмотреть те решения, когда еще царская Россия строила железнодорожную ветку в Венспилс, я очень сомневаюсь, что они просчитывали, что фактически это будет долгие десятки лет для Венспилса и для Латвии одним из экономических постулатов доходов страны и жителей Латвии. То есть, такой глобальный тренд, который нельзя игнорировать, да, я так понимаю? Конечно. И инфраструктура, ее надо оценивать в долгосрочной перспективе. И скептикам действительно я бы пожелал посмотреть немножко на то, как здесь будут жить наши дети или наши внуки. Ну вот коротко еще расскажите. Вы вначале упомянули, что параллельно с Риал-Балтика будет усовершенствоваться, развиваться и расширяться сам Рижский аэропорт. Как это предполагается? Потому что понятно, что Риал-Балтика дает такой очень большой, ну как задел, да, пространство вот это вот, чтобы и аэропорт тоже какой-то сделал шаг вперед. Что вы планируете? Да, существующий терминал, даже с теми проектами развития, который был расширен, все-таки не соответствует нуждам того пассажиропотока, который у нас есть уже на сегодняшний день. И терминал, который сейчас проектируется, он проектируется с резервом на развитие ориентировочно до 13 миллионов пассажиров оборотов в год. В этом году мы уже надеемся, что мы будем близко или перевалим за рубеж 8 миллионов пассажиров, так что это действительно не заоблачные замки строятся, а действительно инфраструктура приводится в порядок. Что под этим подразумевается? Это ключевые цепочки обслуживания пассажиров, это регистрация пассажиров, это зоны, где возможно регистрироваться без очередей, это прохождение, удобное и быстрое прохождение контроля безопасности, пограничного контроля, это расширение коммерческих площадей, это новые магазины, кафе, развлечения и так далее, там подобное. Также, увеличивая количество пассажиров в аэропорту, мы рассматриваем сейчас и разрабатывается концепт так называемой аэропорт-сити, где также это развитие аэропорта и железной дороги даст возможность рядом с аэропортом строить и выставочные центры, и гостиницы, офисные здания, высокотехнологические здания, где будут расположены производства, которые опять-таки однозначно зависят от возможных мировых соединений и коннектовиты. А вот аэропорт, он ведь находится на территории Муарупского самоуправления, а вы как-то, вот и в рамках Харьобалтики вообще, происходит какое-то сотрудничество с самоуправлением, и есть ли какое-то преимущество или наоборот, наоборот, то, что это не рижское, не центральное самоуправление, потому что вот рижское тоже принимает активное участие в Райл-Балтике, как это происходит у вас? У нас достаточно хорошее сотрудничество с самоуправлением Муарупа и всеми прилегающими самоуправлениями, мы постоянно коммуницируем, то есть это вопросы и планирования территории для развития, это вопросы и коорнирования по шумам, которые по экологические вопросы, коммуникация есть, мы, конечно, хотели бы более тесно сотрудничать с самоуправлением Риги, но сейчас тоже есть некоторые наработки, где мы видим, что и Рижская дума слышит наши пожелания и необходимости в сотрудничестве. Сейчас просто Рижская дума, правда, такое неопределенное существо? Политика это вещь переходящая, но туризм для Риги тоже серьезная часть дохода и 50% всех туристов в Латвии прилетают на самолете. Это абсолютно логично, что нам нужно строить это сотрудничество и рекламировать Ригу и Латвию на международном рынке. Это на двух рынках, на тех, где уже есть хорошее сообщение, чтобы приехало больше туристов и мы больше заработали. И также отдельное направление, это те перспективные направления, здесь хочу акцентировать именно на дальнемагистральное направление. А тот факт, что предполагается, что поезд Трайл Балтика будет доезжать до центра Риги, до станции за 8 минут, я думаю, этому факту, конечно, не могут быть сильно рады таксисты, которые работают в Рижском аэропорту. И вообще, конечно, такси это такое немножко больное место, по крайней мере, оно таким было на протяжении многих лет. А вот как вам кажется и какие-то, может быть, мнения звучали от организаций профсоюзных? Я думаю, что это показывает мировой опыт, что есть клиенты, которые всегда будут выбирать такси, и есть клиенты, которые всегда будут выбирать публичный общественный транспорт. И здесь, я думаю, что волноваться не стоит, но качество услуги, конечно, надо будет улучшать, потому что здесь сама отрасль еще требует некоторого подойти самокритично сама к себе и предлагать все-таки услуги хорошего качества по понятным расценкам и условиям. Но в плане того, что Рейл Балтика отнимет хлеб у таксистов, вы думаете, что это не так? Нет, я думаю, что это не так, и каждый сервис будет иметь право на своего клиента, на свой сегмент. Количество пассажиров в целом увеличится, так что... Работы хватит всем. Работы хватит всем. Конечно, железнодородный транспорт – это тоже вопрос экологичности и зеленого мышления. Так что... А есть ли какие-то прогнозы по поводу цен на услуги Рейл Балтика, например, насколько они будут конкурировать с тем же такси вообще, а какими они могут быть? На данный момент нам неизвестна ценовая политика. Здесь мы подождем, когда появится потенциальный оператор этих услуг, этих сервисов, и это будет отдельный разговор, отдельное исследование. У нас на данный момент такой информации... Но мы не владеем, и опять же, это надо спрашивать у тех, кто развивает этот проект. Давайте звонок еще примем, выслушаем радиослушателя. Да, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, Анатолий. Пожалуйста, Анатолий. Я кратко. В 90-е годы я работал в управлении геологии, и Трацевская сделала проект метро от Зеслаукса до Тейки за несколько минут, неглубокого заложения. Значит, Россия собиралась за свой счет сделать метро, но латвийские руководители отказались. Как вы считаете, не сделали ли они ошибку? Спасибо. Про метро мы и будем говорить, кажется, до конца дней. Знаете, я как... Опять же, смотря на этот вопрос со стороны аэропорта, со стороны предприятий, которые занимаются вопросами инфраструктуры, метро – это хорошая вещь. Но очень дорогая. Но, во-первых, это очень дорогая, и если восстановится экономическая целесообразность такого проекта, то я думаю, что мы и до этого дойдем. Я сам регулярно езжу по Риге, и эти пробки действительно не угнетают. Да. Ну, хотя жители Москвы сказали бы, посмеялись бы и сказали. Тоже факт. Это вы называете пробками. А что касается такси, вот эта длительная проблема с оказанием услуг, какими-то таксомоторными войнами и прочим. В сентябре, насколько я помню, прошлого года ввели вот эту систему новую лицензии, когда вот очень более требовательно государство стало выступать по отношению к тем таксистам, которые в аэропорте. Решила проблему? Насколько это решила? Потому что я так понимаю, что все-таки есть вот эта вот ближайшая стоянка, где вот эти лицензированные по строгим требованиям работают таксисты. Есть все-таки такая на 5 метров дальше, где замечательно дальше продолжают работать вот такие более темные такси. В прошлом году, да, государство, министерство транспорта, кабинет министров приняли новые условия в организации рынка. Они однозначно улучшили ситуацию, упорядочили. Но, то есть, я думаю, что еще процесс продолжается. И то, что мой предыдущий комментарий, что сама отрасль каким-то путем должна себя регулировать. Потому что мы понимаем, что рынок открытый, конкуренция для всех одинаковая, но качество услуги тоже немаловажно. И здесь фактически поездка на такси – это микроконтракт между клиентом и непосредственно водителем такси. И здесь сама отрасль должна принимать достаточно высокие стандарты качества таких услуг. То, что касается со стороны аэропорта, вопрос урегулирован более или менее. И сейчас система работает. Такси там стоят, они доступны, и клиент может выбирать, на каком такси он будет получать свои услуги. Звучали еще разные мнения. В частности, аэропорт, я так понимаю, выступал за отдельный закон даже, который запрещал бы таксистам рекламировать свои услуги. Таким образом, как-то бы это регулировалось. Звучали также мнения по поводу того, чтобы пустить ночной транспорт. Тот же «ДАС-2» ходил. Как все эти варианты, на все эти варианты смотрите вы? Да, мы несколько раз обращались в «Рига-Сатекс». Мы действительно с просьбами рассмотреть возможность автобуса, чтобы он тоже ночью подстраиваясь под ночные полеты. Он ехал в «Ригу», но мы открыты. Опять же, это вопрос коммерции, это вопрос бизнеса. «Рига-Сатекс», я так понимаю, считает, что не будет потока, да, достаточно просто? Ну, сейчас новая руководство «Рига-Сатекс», мы будем смотреть, как будет развиваться вопрос. Мы открыты сотрудничеству. Так что так. Вот в октябре аэропорт столкнулся с таким микрокризисом в плане очередей, действительно, очень громко все звучало. Комментировали это на самом высоком уровне, министр сообщения в том числе. Что случилось, проанализировали ли вы ту ситуацию и насколько сумели ее преодолеть? Да, это действительно было, я хочу акцентировать, это было локальным случаем, из которого мы, соответственно, сделали выводы, и мы достаточно уверены, что в дальнейшем такие ситуации больше не повторятся. А что случилось-то? Просто сначала прозвучала речь о том, что в этот момент на больничном находилось очень большое количество обслуживающего персонала, там чуть ли не 40 человек. Потом, когда журналисты стали, когда это все уже приобрело такой более громкий вид, звук, журналисты стали раскапывать и обнаружили, что просто есть проблема вообще с зарплатами, с нехваткой рабочих рук в аэропорту. Вот действительно ли это так? На данный момент службы аэродрома достаточно хорошо укомплектованы. Нехватка рабочих рук, я думаю, что это не только проблема аэропорта, это у нас проблема вообще в стране. У нас только что была беседа, где участвовали специалисты по трудоустройству НВА, и они оценивали, что по Риге и окрестности безработица составляет около 4%. Коллеги из CV Online тоже сказали, что фактическая безработица еще меньше. То есть фактически мы в той ситуации, когда просто ставить объявление, что мы ищем сотрудников, это уже не работает, потому что некому их читать. Все трудоустроены, и вопрос зарплаты, он да, актуален, но это комплексный вопрос, ни одна зарплата решает, это и организация смен, это и организация труда и так далее. Я еще раз хочу акцентировать, что мы сделали выводы от этого, и нам понятно, что мы уже изменили или улучшили, так что если говорить в дальнейшем, то мы достаточно уверенно себя чувствуем. Но хочу напомнить, в аэропорт на рейс минимум 2 часа до вылета надо приезжать. Я сам тоже, когда я лечу куда-нибудь или отдыхать, или по рабочим делам, я тоже стараюсь быть 2 часа до вылета, потому что, ну это всякое может случиться, это стандарт, который надо... И если человек приедет за 2 часа, то проблемы у него в Рижском аэропорте не возникнет. Проблем не возникнет, и он успеет на свой самолет при более-менее любых обстоятельствах. Ну то, что информация о том, что нехватка работников в аэропорту, именно может быть в сегменте проверки безопасности, то, что создает очереди в первую очередь, составляет около 8%. Отвечает в действительности? Ну в данной ситуации уже улучшилась ситуация. Взяли на работу людей. А когда все это разгорелось, опять же, там была такая история, что министр сообщения, Наталис Линкальц, он якобы инкогнито съездил в аэропорт, все проверил, потом в Твиттере отчитался, что я очередей не заметил. Вы помните это, да? Это, я хочу повториться, это была локальная ситуация, тот кризис, он был локален, он не систематичен. Не-не, безусловно, я просто говорю, что вот Линкальц ездил и... Конечно, то есть уже на следующий день фактически ситуация изменилась, были приняты экстренные меры и ситуация была выпрямлена. Так что мне больше нечего комментировать по этому вопросу. У меня еще вопрос, просто когда приезжал министр, вы действительно не были осведомлены о том, что он будет приедать? Нет. Не были. А после того, как произошла эта ситуация, тогда, когда вот так вышло, что локальный, как вы сказали, кризис, опоздали люди, аэропорт заявил, что готов выплатить компенсации людям, которые опоздали, да? Есть ли информация по поводу того, как много людей обратились за возвратом денег и компенсацией в целом? Да, мы получили около ста жалоб и заявлений от пассажиров. Они были, каждая из этих претензий жалоб была рассмотрена и около 30% было принято решение о выплате компенсации. Опять-таки, ключевым фактором для принятия решения стала объективная информация, за сколько до вылета пассажир приехал в аэропорт. И действительно ли он после приезда в аэропорт непосредственно приступил к оформлению? К оформлению. А как это можно выяснить по камерам? Конечно. А еще раз, если в двух словах напомнить, при какой ситуации человек, при каких ситуациях человек имеет право на компенсацию? Ну, в том случае, если вы не обслужили, а он приехал за два часа. Есть ли еще какие-то случаи, когда клиент может претендовать? Ну, то, что касается аэропорта, да, мы уверены, что мы в этих рамках двух часов оказываем свои услуги аэропорта, а другие ситуации, уже задержки рейсов и так далее, это уже вопрос отношения пассажира и авиакомпании. Потому что для пассажира, то есть у пассажира договор о поездке заключен с авиакомпанией, то есть у него на руках билет, который фактически является договором этой поездки. И все вопросы, которые связаны с этой поездкой, регулируются между авиакомпанией и пассажиром. А еще такой вопрос у меня есть. Вот авиасообщение, оно, конечно же, естественно, связано с высокими рисками. И из года в год мы слышим, ну, и печальные новости приходят, и новости с каким-то более счастливым концом. Вот одна из таких, одна из громких новостей прошлого года, вы наверняка помните, когда российские пилоты посадили самолет в кукурузное поле, никто не пострадал. А причиной вот этой аварии послужили птицы, насколько тогда помню. Вот насколько в частности птичий вопрос решается в Рижском аэропорту, я так понимаю, что есть даже отдельные у вас там какие-то служащие по этому поводу. И вообще, насколько высокие технологии как-то внедряются успешно в аэропорт, что вы можете сказать? Что касается этого происшествия, то в мире, ну, мне сразу на слуху две таких ситуации. Это когда самолет сел на Гудзон. Это вообще вне рамках даже теории возможностей, что там без пострадавших произошло с этим самолетом. Это, да, однозначно мастерство пилотов, это правильное принятие решений. Так что здесь можно действительно сказать, что пилоты сделали фантастическую работу. Что касается аэродрома и конкретной риги. Действительно, у нас отдельная служба контроля и мониторинга за фауной. Это не только птицы, это и лисы, и животные, и так далее, и тому подобное. Но, что касается технологий, в Рижском аэропорту работает специальный радар, который извещает управление воздушным движением о скоплении птиц или, допустим, отдельных крупных птицах. Представителей животного мира, да. Представителей, да. Так что технологии задействованы. У нас тоже есть специальные аудиосистемы для отпугивания птиц. Успешно отпугиваете, в общем. Ну, стараемся. А кто больше всех, знаете, кто больше всех проблем, может быть, доставляет? Для любого аэропорта чайки – это самое, извините, не по радио, но необразованное животное. Как это проявляется? Ну, чайки, их очень трудно отогнать. То есть, они очень быстро привыкают к факторам раздражения, потому что ни одна ворона или, там, не знаю, даже сокол, он, как правило, не попадет под самолет. Это именно самый фактор риска этой чайки. Ну, плюс специфика еще нашего аэропорта – это море прямо вот под боком. Для нашего аэропорта специфика – это еще миграционные пути птиц. Ну, я говорю, специалисты над этим работают, и этот процесс, этот риск, он, ну, под контролем в аэропорту Риги. И инцидентов не было? Серьезных – нет. А несерьезные – это какие я рассматриваю, например? Ну, да, когда, когда там дефекты, там, корпуса самолета или там вмятины после посадки остаются, да, это случается. Но в наше время, хочу акцентировать, самолеты производятся, двигатели самолетов производятся таким путем, чтобы они выдерживали такого рода неприятности. Главное, ну, главные новости, конечно, этих дней, и вообще начало 20-го года, и, наверное, главное вот слово, если какой-то хэштег выбирать, это коронавирус, естественно, да, китайский, страшный, ужасный. И в связи с этим аэропорты тоже, конечно, проделывают очень большую работу всего мира, потому что люди перелетают, из Китая в том числе прилетают, и в наши края тоже. Что в Рижском аэропорту? Это вообще вот этот вирус, который Всемирная организация здравоохранения, вчера ему присвоил такой статус прям всепланетного, как вы работаете с этим? Да, во-первых, я бы хотел обратиться к слушателям с просьбой, паники нет. Те меры, которые принимаются на данный момент, они более превентивны и обращены на то, чтобы наши пассажиры и работники аэропорта были в курсе процессов и в курсе действий при каких-то подразделениях, подразделениях. А из Донус? А предрассудки? Из Донус, нет, если замечают, что там больной человек... Подозрения? Подозрения, извините, да. Если есть подозрения, то наши сотрудники обучены соответственно реагировать. Скажу более, что в аэропорту находится постоянно работающий медицинский пункт, и он доступен 24 часа в сутки, и при таких подозрениях мы можем провести соответствующие превентивные события. На данный момент, поскольку вчера было принято решение о статусе этого процесса глобальным, соответственно, мы сейчас готовим соответствующие информационные знаки, плакаты в аэропорту, опять же, усилим нашу информационную компанию. Но, опять же, это просьба к тем путешествующим или тем работникам, которые, когда чувствуют себя больными, гриппом или плохим самочувствием, героически идут на работу, фактически они являются сами разносчиками. Но стоит ожидать клиентам, что какие-то особые проверки могут их встретить, например, в аэропорту? Пока что мы смотрим на те рекомендации, которые будут нам выдавать как международная организация здравоохранения, так и местные структуры. То есть мы будем выполнять те предписания, которые нам будут поставлены. На данный момент основания для паники или особых мер нет. Около двух минут у нас остается до конца эфира. Последний, наверное, вопрос. Вот ваше сотрудничество с авиакомпанией AirBaltic, национальной авиакомпанией, в частности, уже просто глобально, может быть, нет времени обсудить. Вот вопрос в политике AirBaltic, например, в плане багажа. От клиентов это часто приходится слышать, но в последнее время, как кажется, подключился и сам аэропорт в лице работников, например, Duty Free, потому что AirBaltic, одна из немногих авиакомпаний, которая считает купленная в Duty Free за багаж, то есть она считает это в общем весе. Это вызывает недовольство не только клиентов, но, я так понимаю, что это отнимает какие-то деньги в аэропорта. Конечно, потому что это влияет на продажи на территории аэропорта. Поэтому мы, конечно, тоже обращались в AirBaltic с инициативой, чтобы они изменили эти условия, потому что мы не знаем, где в мире еще такое есть. Нам бы хотелось, чтобы в Duty Free все-таки покупки не считались бы багажом. Как вам кажется, удастся вам какой-то компромисс найти? Может, как практика показывает? Это решение авиакомпании, и мы должны его респектировать. Насколько большой, я не знаю, в чем, в числах или просто ущерб наносится за счет этого? У меня нет таких данных. Более это влияет на то, как пассажиры себя чувствуют в процессе своего полета. То есть, они, конечно, очень опечальны, когда им приходится свои покупки оставлять в аэропорту. Спасибо большое. Советник главы Рижского аэропорта по стратегическому развитию Артур Коккорс был у нас сегодня в гостях. Спасибо вам большое и всего доброго. Спасибо.